Валерий Кузьмин, Газовик, 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 Газовик. Если брать игра, много борьбы, минимум голевых моментов, собственно, те голевые моменты, которые после забитого мяча в наши ворота, возникали чисто без наших ошибок, элементарных ошибок. Ну и то, что, касаемо, впереди мы тоже минимум создали все. Поэтому, такая хорошая боевая игра, выйдет тот, кто забивает на гол больше. И еще раз хочу поздравить команду Газовик, что это хорошая команда, сбалансированная, с поставленной игрой, опытные ребята, состав, который уже второй год в этом сочетании играет. Все команды Гусева очень интересны и очень тяжело с ними играть. Но, если говорить о сегодняшнем матче, у нас первый тайм не очень удался, потому что очень много замен по сравнению с прошлым матчем было в команде «Факел», «Плюс» и даже «Растановка». Если раньше играли с двумя опорными, то сегодня вышли с одним опорным и двумя инициативами. Поэтому у нас первый тайм, с одной стороны, не очень получился, с другой стороны, у нашей ворота практически не было моментов. У нас такие, может быть, не голевые моменты, но предголевые, полуголевые. Потому что Кузео Пайфа выходил в один с защитником, когда надо было забить полуяхтов, бил, может быть, не с острого угла, плюс бреев, там выше ворот. А в фронтайме мы их поговорили, разобрались и, мне кажется, мы сыграли свой футбол, которым мы умеем играть. И все-таки на каком-то этапе переиграли «Факел», заставили их больше обороняться, сами стали больше комбинировать, больше играть в футбол и создавать голевые моменты. Может быть, был хоть и случайно, но это, наверное, все равно топ нашего какого-то давления. Поэтому мы гол забили и уже, как всегда, сыграли по счету и проводили очень хорошие контратаки. Но мастерство наших футболистов в этом матче, но в завершающей стали критика с моей стороны, я имею в виду, и сейчас после игры сказал, есть над чем работать. В целом-то очень тяжело, и я уже говорил, наделись такие команды, которые не отступают, и вратарь немножко по день не пойти, и последний угол и так, оно и было, и все вперед пошли, но еще чуть не пропустили. Поэтому боевая такая игра, множество единоборств, боевых каких-то дойлей, мне «Факел» очень понравился, несмотря на то, что группа очень квалифицированных футболистов не играла. Было очень тяжело, и поэтому я в этой победе очень-очень сильно доволен. Спасибо. Вопросы? Вопросы есть? Вот первые три игры у «Гузовика» сыграны, но можно ли сказать, что это та команда, которая будет играть, по крайней мере, до середины сезона, или каких-то усилений дать вы наверняка за первые три игры, чтобы увидеть, что нужно притянуть в этой команде? У нас есть небольшой казус с одним из защитников, я пока не буду говорить, какой. А в целом-то вот эта команда будет играть, у нас есть внутренняя резерва, это Ахмедов начал тренироваться, начали сейчас в общей группе, Коронов начал общей группе тренироваться, плюс Воробьев восстановился после травмы, уже сегодня вышел, там хоть они 5-0. Поэтому эта команда будет играть, то есть есть небольшие внутренние резервы, поэтому мы этим составом закончим. Хотя все может быть, и возможно какое-то приобретение еще будет. Субтитры создавал DimaTorzok